Да здравствует победитель турнира! Доблестный рыцарь, лишённый наследства! В представлении современного человека рыцарь – это храбрый воин, защитник и образец благородства. Жизнь рыцаря – сплошные войны и бои на турнирах, и смерть – не самый страшный исход, страшнее бесчестия. Образ предельно идеальный и романтичный. На самом деле, всё было, конечно, сложнее. В столкновении двух закованных в доспехи и вооружённых копьями всадников – кульминация рыцарского поединка. Одержать победу здесь – это значит мощным ударом опрокинуть соперника на землю, а самому при этом удержаться в седле. Если упали оба, бой продолжится на мячах в пешем порядке. В первую очередь, турниры нужны у нас для того, чтобы воины могли показать, в мирное время, могли показать свои навыки, свою доблесть. А также это был изначально вид некоторой тренировки для воинского сословия. Потому что рыцарь – это у нас элитное, можно сказать, воинское подразделение, которое составляло основную ударную силу на полях сражений, начиная там с 11-го и заканчивая 16-м веком. Считается, что первыми рыцарские турниры придумали проводить французы. Это было в 12-м веке. Поначалу сражались боевым оружием, калечили друг друга и даже убивали. Потом поняли, что так можно всех рыцарей потерять, и некому будет выходить на поле боя настоящих сражений. И тогда появились правила поединков. Боевое оружие поменяли на затупленные мечи и копья с особыми наконечниками. Такой коронель – это оружие мира. Таким образом, этот коронель, он не соскальзывает, как копье в какую-то уязвимую щель, а буквально застревает в броне всадника. В командной части турнира рыцари бились группами, в которых могло быть до 30 человек. И это была очень зрелищная битва. Собственно, тот самый знаменитый бой 30-ти во время Столетней войны, в котором сошлись английские и французские рыцари, был именно таким турнирным сражением с правилами и тактикой. И это, что важно, позволило выяснить сторонам отношения без большого кровопролития. К 15 веку рыцарский турнир стал серьезным мероприятием, сродни современным фестивалям. За то, чтобы участвовать в схватках, рыцарь должен был заплатить взнос. Победа на турнире приносила участникам не только славу, но и неплохие деньги. Одно очко дается тому, кто сломает копье при ударе ниже шеи. Два очка при ударе по шлему. Это трудно. Шлем слетает с головы, копье скользит по шлему и редко ломается. И три очка, если противника выбьешь из седла. Вдобавок, если пожелаешь, забираешь его лошадь. А бывает так, что умирают? На острие копья насажен тупой наконечник. Конечно, случается всякое. Важно понимать, что рыцарь – это феодал, землевладелец. А задержание хозяйства требовало немало средств. Но также он был обязан купить оружие, доспехи, коня и нанять оруженосца. Все это часто равнялось стоимости одной-двух небольших деревень. Хороших мастеров-оружейников было не так много. Лучшие из них работали в Германии и Италии. Именно эти страны стали главными законодателями рыцарской моды. В немецкой традиции мы зачастую можем увидеть доспехи таких острых, многогранных, треугольных форм. Это традиция, это мода. В итальянских, например, доспехах более округлой формы. Также и по вооружению, например, в Германии снились более тяжелые, широкие мячи. В Италии, наоборот, более легкие. Несмотря на все меры предосторожности во время турниров, эти ресталища были совсем небезопасными. Риск быть покалеченным или убитым тогда был очень велик. Современным европейцам вряд ли сейчас понравился бы такой кровавый спорт. Когда смотрю на, допустим, снаряжение, доспехи воинов 13-14 веков и понимаю, что люди в этом сражались на турнирах, то есть шанс погибнуть был крайне велик. Потому что доспехи того времени еще были не оптимизированы под турнирные реалии. И, наверное, максимальной безопасности достигли только в 15-16 веках, когда уже появлялись, можно сказать, специальные турнирные доспехи. Усиленные, укрепленные, где вам не оторвет голову от удара, не сломает ребра и так далее. И обязательно стоит отметить, что касты благородных воинов в то время были не только в Европе. В Японии были самураи, в Ближней Азии – янычары. Мне часто дают вопрос, были ли там рыцари на Руси. Я всегда говорю, что да, были, но они назывались по-другому. Тот же Витязь, тот же Богатырь – это, по сути, конный воин, который исполнял ту же функцию и являлся тоже, в первую очередь, феодалом, у которого были земли, власть, оружие, имущество. И, в принципе, наши конные дружины, Богатырь – это, в первую очередь, тоже всадник. Эпоха рыцарей на полях сражений закончилась вскоре после появления огнестрельного оружия. Теперь пули могли пробить даже самую лучшую броню, поэтому носить тяжелые доспехи стало нецелесообразно. Со временем понятие «рыцарь» и «рыцарство» обрели немного другое значение. Жестокость, кровь, беспощадная борьба за власть остались в прошлом. А в памяти людей рыцари сохранились как символы бесстрашия, мужества и благородства, всегда готовые вступиться за слабых, выполнить желание дамы сердца и пожертвовать собой. И это очень важно. Подобного рода примеры нужны всем эпохам.